Снова здравствуйте, уважаемые родители. Мы продолжаем разговор о грибках рода кандида. Такой вот важной и волнующей вас проблеме. После моих лекций появляется ощущение о том, что как страшно жить на белом свете. На самом деле не страшно, особенно если знаешь и понимаешь ситуацию с точки зрения физиологии, патологии процессов, проходящих в организме, правильно. Ты начинаешь халататься за все, слушаешь и читаешь всякие необоснованные страшилки, вот тогда действительно страшно жить. А когда с врагом знаком лично, когда его знаешь в лицо и знаешь, что делать с ним, то, в общем-то, все достаточно просто. Для этого мы с вами беседуем, для этого мы с вами обсуждаем волнующие вас проблемы. И я пытаюсь донести до вас правильный врачебный подход, то есть не чисто врачебный, а врачебный, правильный подход к проблеме. И, в общем-то, с учетом особенностей ваших детей, с учетом особенностей ситуации, в которой каждый из вас живет, вот стараюсь донести правильную позицию по тому или иному вопросу. Итак, значит, в прошлой нашей встрече мы обговорили общие моменты по поводу грибков, по поводу кандидов. Я надеюсь, что кое-что вы узнали новое. У вас немножечко это отложилось. Теперь мы можем идти дальше. Итак, давайте мы поговорим с вами о кандидозе в полости рта, так называемом оральном кандидозе. Он так называется не потому, что от него орут, а потому что ор – это рот по-латыни, поэтому орус – оральный кандидоз – это кандидоз полости рта. Да, вот скажут, где-то я даже слышал, да, что вот кто-то прочитал фразу «оральный кандидоз» и вот пишет о том, что вот такая проблема, все орут, поэтому он так называется. Не поэтому он так называется. Это вот иллюстрация того, что не надо вот слушать и воспринимать ту информацию, которая приходит от совершенно безграмотных людей в данном случае. Итак, кандидоз полости рта или оральный кандидоз, наиболее часто встречающий вид кандидоза – это кандидозный стоматит или молочница. Разные формы бывают молочницы, бывает легкая, бывает средняя или тяжелая. Значит, как различить, какой ведущий клинический симптом – это налет на слизистой оболочке полости рта в виде таких крупинок творожистых. И вот, смотрите, опять же, вы можете очень четко определить разницу. Сплошной налет белой пленочкой – это не молочница. Молочница – это крупиночки. Она может быть на фоне белого налета, она может быть отдельно, но это все равно очишки, очишки крупиночки белого налета, как очень похож на такой творожок крупинчатый. Белого или, может быть, желтого цвета, вот как молоко свернувшееся, немножечко топленого такого цвета желтого. Вот такое тоже может быть. В легких случаях это налет такой в виде такой вот творожистой пены, которая снимается очень легко. Иногда это пленчатый налет, который удаляется с трудом, иногда даже подкравливать может. Тем не менее, то и другое – это все равно молочница. При легкой форме заболевание начинается бессимптомно. Позже, когда проявляется вот это, нарастает, дети становятся беспокойными, плохо сосут грудь, плохо спят. Это малыши. Более старшие дети жалуются на ощущение неприятности во рту, какой-то неприятный вкус, жжение, боль во время приема пищи, но не любой пищи. Вот если вы обратили внимание, что ребенок перестал есть какие-то раздражающие продукты, ну, например, продукты, скажем, более теплые, да, где-то горячеватые, вот, или продукты, скажем, содержащие какие-то твердые элементы, которые надо жевать, да, которые могут царапать слизистую, там, орехи, например, да, вот, и это больно, они от этого отказываются, они начинают плакать при этом. Вот это вот нужно просто посмотреть, что несут в себе, что находится вообще в полости рта. Значит, налет чаще возникает на языке или на щеках со внутренней стороны. На первых стадиях грибки снимаются легко, потом вот слизистая, когда мы снимаем грибки, и слизистая становится такой вот, ну, красноватый, нежный такой вот, но целостность не нарушена. При тяжелой форме налет покрывает всю слизистую оболочку, вот, появляются заеды на губах, в углах рта, вот, и если начинаем скоблить, то удается снять только незначительную часть, верхнюю часть налета. Значит, соответственно, при тяжелом заболевании кандидозом, молочницей, вот, это, возникают рецидивирующие состояния, а именно, вот, то проходит, возникает потом снова опять, то есть бороться можно как бы бесконечно, поэтому лучше до этого не доводить, и вы должны быть готовы к тому, что вообще за полостью рта ребенка с раннего возраста должны привыкнуть. Нужно чаще смотреть туда, и когда увидите какие-то первые проявления молочницы, сразу принимать меры. Значит, вот, снимать, обрабатывать, и следить за тем, чтобы этого не было. Если у ребенка присутствует нарушение прикуса, или наличие вредных привычек, типа, там, прикусывать углы рта, или сосать палец, держа его в углу рта, может возникнуть такое состояние, которое называется кандидозная заеда, то есть сухость, или вот нарушение слизистой оболочки в углах рта такие болезненные трещины, покрытые легко снимающимися налетами. Поэтому налет нужно снимать, а трещины нужно лечить. Как это происходит, как это делается, какие дальше есть кандидозы у детей, вот, мы об этом поговорим на наших следующих встречах. А пока я с вами прощаюсь, до свидания, будьте здоровы и берегите себя.